Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский проверил пусконаладочные работы нового оборудования в рамках завершения первого этапа реконструкции щелковских очистных сооружений. Пусконаладочные работы на щелковских очистных сооружениях идут ускоренными темпами. Работа по реконструкции проводится в рамках одних из самых масштабных для нашего региона проектов национального экологии и федерального сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги. Работа выполняется благодаря слаженному работе администрации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и нашего генерального подрядчика группы компаний ИКС ускоренными темпами. Мы приступили к очистке. На данный момент это первый этап. Это 80 тысяч кубов в сутки. Всего первый этап в целом подразумевает 280 тысяч кубов в сутки. И в следующем году мы заканчиваем работы на этом объекте. Вводим дополнительные мощности 120 тысяч кубов в сутки. Таким образом, самый крупный проект в рамках федеральной программы оздоровления Волги будет реализован. Это 400 тысяч кубов в сутки. Применены новейшие технологии ультрафиолета. Компания «Элит» – это отечественный производитель оборудования, который у нас производит все оборудование. И ультрафиолет полностью исключает все вопросы, связанные не только с экологией, но и с санпином, как мы говорим. То есть это полностью соответствует нормам санпина, принятыми в Московской области и в целом Российской Федерации. Антон Великовский подчеркнул, что реконструкция щелковских очистных сооружений позволит радикально улучшить экологическую обстановку на территориях муниципалитетов, обслуживаемых очистным комплексом, полностью устранит неприятные запахи, создающие неудобства для жителей, проживающих рядом. В целом же, после завершения в 2023 году всех работ по реконструкции щелковских очистных, их пропускная способность достигнет 400 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Андрей Циханович, Михаил Налетов, Щелковское телевидение.